девочки всем здравствуйте очень рада видеть вас что вы присоединяетесь все-таки к интенсиву и сегодня мы с вами переснимем рукава на нитку на которой они у нас пока будут отдыхать и что мы с вами сделаем расскажу вам в каком ряду мы будем делать с вами прибавочку в каком ряду вам как оформить подрезы еще мы в рукавах вот смотрите сейчас покажу на примере вот моя вторая кофточка мы на рукавах посередине будем вязать вот такую ажурную дорожку но это по желанию кто хочет чтобы знаете не просто лицевая гладь была потому что это очень скучно а кто хочет может связать вот такую ажурную дорожку она будет красиво интересно по крайней мере рука будет смотреться вот так это у меня рукав вяжу сейчас вам покажу чтобы вы понимали что я имею ввиду что мы с вами будем сегодня делать так это мой черновик кофточка я вижу кто помнит для моей старшей дочки на возраст семь восемь лет уже я здесь тела подрезы покажу вам и покажу вам подрезы на этой же кофточке потому что там у меня рукава еще не провязаны спешить там некуда вот смотрите вот что у вас должно получиться на спицах некоторые девочки вот здесь не хотят делать дырочки ну это их желание но тогда знаете вот это уже как бы не по моему интенсиву да потому что здесь заложено чтобы были красивые регланной линии это очень аккуратно смотрится вот смотрите правда же здесь нужно немножко потянуть потому что сделала большой такой накид вот так смотрите мне кажется довольно очень красиво напишите как вам все пишите мне в телеграм фотку я вам скину в телеграм чтобы вы видели наглядно может кто-то не посмотрит это видео вот смотрите девочки присоединяйтесь вяжите вот такую кофточку я вам серьезно говорю она не будет лишней в вашем гардеробе потому что свяжет может каждый связать смотрите здесь не просто регланной линии да как мы привыкли 2 2 ряда лицевых до петель идет или например вот здесь да здесь очень красиво у нас все смотрите вот здесь аккуратно потому что сделал сделал прибавки хотя у меня было именно 40 петель только должен быть был узор я добавила две петельки как и в том своем реглане смотрите что мы с вами сегодня будем делать мы переснимем вот таким образом рукав чтобы он был на дополнительной ниточке вот эта ниточка которая придерживает наши петельки чтобы они не распустились мы будем переснимать оба рукава они у нас будут отдыхать и ждать своей последующей участи смотрите это рукав я уже начала вязать у кого руки как бы нет никаких таких знаете отклонений обычные стандартные руки да делайте убавку в каждом шестом ряду то есть шестом ряду мы делаем бабки это стандарт если девочки у вас все-таки знаете вот руки как бы толстенькие да или очень худенькие и вы хотите чтобы у вас запястье идеально вот здесь сидела тогда дождитесь пожалуйста что-то шкатулка дождитесь пожалуйста завтра я вам покажу расчеты как делать убавки под ваши именно ручки потому что я сегодня хотела снять видео на работе у меня довольно много такие времени но забыла штатив а знаете держать одной рукой телефона второй снимать это совсем не удобно поверьте мне и поэтому я вам завтра покажу потому что это займет немало времени а у меня мало времени потому что сейчас уже начало девятого по восьмого только пришла с работы даже восемь вот так и у меня нет совсем времени нужно еще кушать готовить поэтому девочки что могу то покажу вам так быстренько все мы сейчас с вами переснимем рукава и сделаем подрезы подрезы сейчас вам покажу вот на одном рукавчике я сделала подрезы вот так он выглядит первый наш подрез вот мне принципе кажется что идеально в чем здесь особенность особенность в том что у нас здесь ажурная дорожка и есть накиды как-никак здесь должна быть была дырочка да но мы ее успешно затянули вы смотрите вот видите вот из-за этой ажурной дорожки здесь должна быть дырочка но ее нет вот подрезы получились хорошие как вам напишите telegram нравится ли вам такой подрез ну буду показывать такой если вы сможете сделать другой подрез оформить тогда только буду рада за вас поделитесь телеграме с девочками кто как оформляет подрезы ну у меня вот такой способ его я вам покажу так что все внимательно смотрим напишите еще раз девочки все-таки кто вяжет потому что мне кажется только три девочки продолжают вязать вот вроде бы только три точно не помню из 13 только три одна девочка отписалась вот и телеграмма ну я принципе понимаю не кто-то ждал нервы выдержать так долго ждать и появились может быть какие-то новые проекты это все конечно понятно что хочу по поводу пишу девочки что вот и заплатили сумму сумма принципе знаете чисто символическая то есть я никуда не делась все таки я интенсив проведу до конца сколько бы это времени мне не стоило да и усилий то есть я выделяю время как только могу если у меня есть свободное время я обязательно снимаю вам если нет то я вам обязательно отписываюсь в телеграме кому какие-то вопросы есть кто более такой знаете более долго вяжет тот понимает что ну вот задал мне вопрос я ему ответила там какие-то такие момент а уже кто не сможет связать кому конечно нужно эти мастер-классы смотреть ну что принципе так что девочки ваши деньги никуда не денутся свое я отработаю за это вообще не переживайте так что кто хочет давайте вяжите присоединяйтесь и потому ну вот если вы будете телеграме я не знаю вот девочка это ушла добавится ли она опять в эту нашу группу будут ли доступны ссылки на мои видео я не знаю так и понимаю что доступа на видео только по ссылкам и по-другому никак и нельзя их найти будут они доступны или нет ну можно принципе в группе было состоять зачем было выходить а то как тот кто вяжет большие молодцы спасибо за понимание и надеюсь мы с вами этот реглан добьем очень такой симпатичный получается ромба красивая лаконичная да так знаете не на ляписта аккуратно все мне очень все нравится здесь ажурчик такой и повторюсь еще очень завидую девочкам которые вяжут с летней пряжи я бы сейчас бы одела и носила бы тоже меня зимний с бобинной пряжи лежит которые вы видели фото перед интенсивом которые рекламировала но он из-за того что бобинная пряжа рукава у меня стали короткие нужно будет их довязывать довязывать я обрежу рукавчик наберу снова петли и довяжу свою рука которой я хочу но это будет ближе к осени потому что его сейчас носить не буду не буду кому это интересная методика то могу девочки вам показать я буду это делать на своем канале youtube так что подписывать кто еще не подписан на мой канал на youtube и так девочки сейчас мы с вами будем переснимать немного поболтали немного объяснилось чтобы вы знали что да как почему вот смотрите кто знает у меня была здесь крепко теперь у меня красный маркер вот так чтобы вы не путались и знали что это у меня начало и конец ряда интересно да в одном месте и начало и конец и так вот смотрите что нам нужно для этого нам нужно игла есть такая вязальная игла это для швов чтобы сшивать у нее тупой кончик у кого нет вы можете взять любую другую можете цыганскую взять или ту иголочку которой у вас пройдет ниточка ваша вы можете взять потоньше это вообще не играет роли что просто чтобы вам было потом удобно снимать с этой ниточки петли на спице на спице рукава вы можете вязать на спице как на чулочных только номер должен совпадать с этими основными спицами то есть если я вижу на троечку на троечке то и рукава потом я буду продолжать вязать на троечке чтобы не было такой асимметрии то что петли больше меньше вот так смотрите вот у меня иголочка если у вас обычная иголка да и вы будете у нее кончик очень острый и когда вы будете поднимать петельки то есть набирать их на эту ниточку они ну петля будет расслабиться это понятно потому что вот ворсинки не будут что я вам советую набирайте вот так сделали вот так придерживаете и набираете тупым концом то есть ушком набираете петли вот так берете и снимаете правильно тогда у вас не будет расслабиться ниточка это это я так не знаю может кто-то еще так делать но это более удобнее нежели вы будете острым кончиком набирать и так приступим я здесь немножко поспешила у меня регуанной линии связаны девочки если вы связали регуанной линии тогда вас длину регуанной линии вы провязали у меня это вышло два законченных раппорта вот смотрите два ромбика получилось и когда я довязала последний ряд 18 кажется 18 последний раппорте у меня ряд да там где мы просто вяжем по рисунку я довязала рукав после переда да у меня идет второй рукав довязала и мы убираем маркеры вот это так она время у нас будет четко видно где у нас перед где спинка смотрите так нет все таки вам повешу чтобы не сбивали и так у нас так нет у нас идет после маркера идет спинка сама себя запутала мы спинку вот вы хотите можете провязывать но я буду просто переснимать то есть не провязываем чтобы не запутаться просто переснимаем все петли спинки ничего с ними делаем просто переснимаем и старайтесь чтобы у вас петля не спустилась чтобы не распустилась полотно если все-таки она распустилась то берете крючок не не переживайте и поднимаете эту петельку это очень легко и и уже у меня много раз так было и все петли мне оказывались снова на спицах так переснимаем уже сама хочу побыстрее все закончить и довязать сейчас очень млеклась вязать крючком связала два топанка своих дочек и теперь вяжу до старшей платье 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 вяжу с головы чтобы знаете самое простое чтобы понять все-таки понять запомнить эти петли крючка не знаю еще мне хотя уже я не сбиваюсь уже понимаем где полустолбик далее там стол извините не знает есть полустолбик столбик столбик с одним накидом и уже понимаю куда где какая петелька куда мне нужно вводить крючок чтобы провязать следующие следующий столбик вот так ну мне больше нравится летние в летом вязать очень классно с крючком зимние я люблю спицы и спицы мне намного понятнее нежели крючок то есть если я спицами могу связать какую-то вещь из головы да там подобрать сама узор высчитать сколько мне нужно набирать сколько делать убавок прибавок то с крючок с крючком конечно у меня нет такой уверенности и поэтому нужно вязать или даже по схеме не свяжу а больше по мастер-классах на youtube youtube делает чудеса спасибо ему огромное очень помогает и вязать и научилась с помощью youtube до этого пыталась в школе но полноценно я вижу это три года полноценно вижу что постоянно тогда и свободное время я вижу сначала я начинала вязать и в школе у нас был урок труда вязала там шарф это узнаете через силу за потому что надо потом у меня родилась первая дочка я вязала и носочки тоже и жилетку связали тоже знаете через силу потому что как бы интересно было связать и показать что вот я могу тоже через силу но потом когда у меня родилась младшая дочка и я посмотрела видео что можно вязать регланом снизу сначала с низом научилась вязать то поняла что мне это очень нравится и хочу этому научиться и все училась я с нуля я знала только как вяжут лицевые и изнаночные петли все больше ничего не знаю так девочки вот мы довязали спинку полностью до маркера теперь у нас идет вот рукав и рукав у нас состоит то есть все что у нас идет вот с этого маркер как маркера который у нас отделяет спинку и рукав и вот до этого маркера что нас отделяет перед и рукав мы вот эти петли все снимаем на нашу нитку вот эти петли смотрите все снимаем на нашу нитку вот так не спешите чтобы петельку не потерять спешить нам некуда у нас что остается у нас остается рукава я вам сказала делаем убавку я вам покажу как я делаю убавку сейчас на том рукаву и на рукаве то есть и убавки у нас идут каждом шестом ряде ряду до снимаем наши рукав муха извините за помехи потому что все отключила он очень яркий она летит прямо на свет жужжит еще немножко осталось то есть если вас острое гога вы снимаете ушко петельки это будет выглядеть вот так вот смотрите видите ушко все сняли мы наши петельки у нас это перед остался правильно теперь вытаскиваем иголочку нашу вот эту все смотрите вы ниточку оставляйте чтобы вы смогли проснуть ручку в процессе примерки вот смотрите вот я так сделала выровняла да вот у меня рукавчик и значит вот здесь я завязываю завязывайте вот так все лишнее мы отрезаем чтобы не путалась вот так все вот у нас первый рукавчик готов мы его сняли теперь у нас идет перед снова нам нужно иголка с ниткой берем любую ниточку только не бери не берите ту ниточку которой вы открываете одежду потому что это очень тоненько она может и порваться и потом будет неудобно вам снимать петельки с нее потому что вы будете снимать петли именно с пряжи у вас не будет ни спицы на рукаве ни иголки вот так все что мы дальше делаем вот наш переда рукавчик мы только что сняли берем нашу спицу то есть рабочие эту правую и снимаем на эту спицу наш перед вот так так с накидом мы снимаем нашу ажурную дорожку здесь у нас все накиды провязаны потому что 18 ряд мы с вами вязали по рисунку так посмотрите здесь у меня ряд заканчивается здесь я делала накид это у меня накид жирной дорожки здесь идет при бабочка до который делаю реглане я ее тоже снимаю смотрите и и не спустите вместе с этим накидом не хочется тянула вот так сняла и дальше снимаем так один раппорт мы сняли теперь дальше идут у нас промежуточные петли которые мы делали с помощью прибавок в регланных линиях ening и и и доходим и до 2 раппорта вот снимаем нашу прибавку регланной линии потом снимаем нашу ажурную дорожку с накидом и у нас идут потом лицевые петли узора снимаем и снимаем до вот этого маркера который отделяет перед и второй рукав так вот сняли мы все теперь снимаем этот маркер и нас остается на спицах вот до этого маркера до конца ряда второй рукав мы его снимаем тоже полностью смотрите берем иголочку нашу и снимаем с регланной петлей и ромбы наши идут на перед в様но но но в в и в а в еще немножко осталось так все вот до маркера я сняла нужно его пока снять и вытаскиваем нашу ниточку любую вот так все иголочка нам больше не нужно потому что здесь мы сшивать больше ничего не будем теперь опять выравниваем наш рукавчик вот так делаем чтобы наша ручка могла пролезть там и завязываем вот таким образом все завязали срезаем лишнее все вот у нас принципе все вот второй рукав мы сняли вот наш перед и это спинка спинка у нас идет начало ряда да смотрите вот начало ряда так правильно начало ряда мы одеваем маркер вот так и вот смотрите у нас рабочая нить осталось на рукаве мы провязываем нашу петельку так и вяжем у нас рукава остались вне работы они нам совсем сейчас не нужны сейчас вам быстро покажу как будем соединять мы теперь просто вяжем по кругу так это у нас еще идет спинка лицевые петли видите спинка идет получается довольно неплохо мне все не нравится конечно знаете надоедает вязать второй экземпляр но все же зато теперь я знаю знаю как делать подрезы на вот здесь где у нас ажурные дорожки потому что в том фиолетовом свитере я делала подрезы наугад то есть как петли подняла так и их и сделала провязала ниточка хорошая очень такая немножко колется ну как улица прилично ну терпимо для взрослого зато будет зимой тепло для деток конечно это очень такая колкость чувствуется так что на голое тело вы ребенку не сможете надеть это ореола на гора белорусская пряжа предоставила мне эту пряжу мадам брошкина это украинский украинский сайт пряжа по таким знаете от хорошим ценам может позвать любой потому что в наше время дешевле купить вещь на рынке или магазине нежели связать потому что связать выходит подороже чем вы ее купите уже готовую так смотрите довязывая петли видите довязывая петли спинки и здесь все уже дальше легко у нас идет вяжем будем вязать петли перед не нужно будет взять узор уже мы в регуанных линиях прибавок не делаем то есть вяжем все лицевые и теперь смотрите вот мы провязали спинку и у нас здесь рукавчик мы его пропускаем и петли переда вот перед наш мы как можно сильнее затягиваем вот эту нить петлю так делаем накид делаем накид вот таким образом потому что мы сейчас с вами вяжем ажурную дорожку вот смотрите накид сделали и у нас идет убавка смотрите это мы его по схеме вяжем и подтянули вот как можно сильнее подтянули к вот этой правой спице вот этим пальчиком подтянули так провязали мы вот эту схему маленькую и дальше вяжем раз два три 4 5 лицевых вот так хорошо подтянули вяжем немножко так больше к носику 5 лицевых придерживаем здесь пальчиком 1 2 все можете уже не держать 3 4 5 дальше вяжем убавку с наклоном вправо так убавочку с наклоном вправо накид 2 лицевые 1 2 накид и убавочку с наклоном влево вот так я вижу убавочку тогда линия получается более ровнее и 5 лицевых 1 2 3 4 5 потом делаем накид это мы вяжем с вами ажурную дорожку и убавку с наклоном влево вот так не спустите вот эту петельку если у вас же уже накид провязан там где у нас прибавки были в регланных линиях то это ничего страшного главное что вы знаете что нам нужно прибавки где в регланных линиях было в каждом втором ряде так вот ажурная дорожка и теперь вяжем лицевые петли нашу прибавочку регланной линии провязываем лицевой и вяжем лицевые петли так как нас перед еще идет так сейчас нас начнется второй раппорт нашего рисунка накид наш провязываем так и теперь у нас идет ажурная дорожка начинаем все сначала делаем накид убавка с наклоном влево 5 лицевых 1 2 3 4 5 убавка с наклоном вправо что-то лишнее здесь провязала 1 2 3 4 5 нет что-то лишнее провязала так вот ажурная дорожка наша 1 2 3 4 здесь накид не сделан или что да здесь накид не сделан значит мы вот так все исправим так все вы провязали 1 2 3 4 5 я поднимаю вот здесь петельку вот так и провязываю ее убавкой вот так теперь делаем накид 1 2 накид убавка с наклоном влево и 5 лицевых 1 2 3 4 5 делаем накид убавка с наклоном влево так все довязали мы до 2 рукавчика нашего видите все и мы его пропускаем он у нас отдыхает и подтягиваем все наши петли так все девочки мы провязали с вами первый ряд и теперь вяжем уже второй ряд вот наш так вот начало ряда и теперь мы тоже так само подтягиваем хорошо эти петельки и провязываем лицевой петлей потянули вот так очень хорошо так и вяжем у нас здесь не было вот такого пространства большой этой ниточки вот этой и вяжем дальше вот так по кругу потому что мы ничего не убавляем кроме нашего рисунка так как у нас будет прямой силуэт нашего регуана так это понятно все мы вяжем 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 наши рукавчики вот так отдыхают видно вам все мы соединили вот смотрите надеюсь это все понятно теперь как мы с вами делаем подрезы смотрите у вас рукавчик вы берете спицу вот у вас подрез да и опускаетесь говорят сколько нужно сантиметра на подрезы кто два кто три я взяла два сантиметра вы можете и три взять чтобы как у вас идут вот смотрите мы берем вот у нас ажурная линия мы должны ее впустить как бы в подрезы вот сюда она должна у нас уйти и смотри опускаемся где-то на три-четыре ряда вот от самого самого рукава смотрите так ну возьмем вот так это один один два три давайте на четвертый ряд опустимся вот смотрите вот у нас четвертый ряд вот как бы на глаз чтобы не очень много вы опустились но и не мало смотрите нас возьмем где-то вот с этого места две петельки вбок вот видно вам вот одна петля и вот вторая поднимаем первой петли одну сторону и второй петли вторую сторону вот смотрите мы поднимем потом смотрим по рисунку чтобы у нас все правильно было здесь нужно нам тоже четыре ряда оступить вот смотрим где у нас ряд вот так так поднимаем петлю вот эту петлю так и смотрите где у нас ниточка тянется так вот это у нас петля она идет вот это значит мы поднимаем вот эту сторонку так правильно же так смотрите вот это мы подняли вот эту поднимаю эту и вот эту поднимаем не что не нравится так вот эту поднимем вот так все у меня выше 5 петель так из-за того что у нас здесь вместе накиды нужно нам немножко постараться с вами сделали вот так потом сейчас вам покажу контрастной ниточкой берем нашу пряжу той которой вы вязать будете рукав смотрите и вот здесь вот вы набрали 5 петель когда вы можете 6 поднять смотря сколько вас будет в одном сантиметре дайся если вы берете два сантиметра то берете больше петелек так возьмем где-то спицу здесь нет вот здесь не возьмем вот здесь возьму и смотрим у вас должны смотреть девочки чтобы петли не были не были перекошены вот видите мы начинаем вязать вот с этого места у нас как раз будет это на спинку идти провязываем петельку нашу первую провязали так и смотрите чтобы она была наша петька прямая видно вам она прямая так вторую петельку прямая и тут нужно потуже вязать третью петельку чтобы у вас здесь было потуже четвертую петельку пятую петельку вот так потом мы эти петли затянем побольше потом мы так и опустим пустим можем вот сюда где-то в накид на нос уйдет то есть не переживайте и смотрите вы когда будете вы можете вязать рукав на круговых спицах или на носочных вы переснимаете все петли этого рукава на спицу рабочую то есть или на круговые или на вот это смотрите я вам так просто покажу на примере так вот у вас например вы пересняли и дальше вяжите вот переснимаете и очень хорошо здесь затягивать потом мы эту дырочку затянем не переживайте будет у вас все как вот здесь вот вам видно все будет хорошо и вот так вяжем смотрите хорошо только подтягиваем вот эти петельки потом мы вот те что идут у нас уже в рукаве которые были связаны мы потом их сделаем так что дырочек не будет главное чтоб вот эту голубую ниточку вы хорошо затянули вот так и тогда у вас будут подрезы очень хорошие и аккуратные надеюсь это понятно как я делаю подрезы поднимаем где-то третьем четвертом ряде когда у вас здесь будет это вам на будущее когда вас будет может вы будете вязать именно лицевой гладью то здесь вообще будет все идеально она показывала первым своим видео в инстаграме прямом эфире когда я делала подрезы в топе синим вот там вообще все идеально но из-за того что у нас здесь накиды вот он немножко сложновато то есть это девочки все понятно я еще будет буду вязать буду вам показывать буду показывать как я буду подрезы делать в своем первом варианте но главное что вам рассказала потом девочки когда вы уже будете вязать рукава да и немножко перепутать думала сначала подрезы это совсем уже забылось мы подрезы сразу с вами поднимаем петли тогда вяжем рукав вы делите рукав вот посчитали сколько вас петелек да отняли 3 петли потому что эти 3 петельки идут на вот этот узор и можете посредине пустить ажурную дорожку то есть как вот здесь смотрите я считала середину на моего рукава и пустила такую дорожку она состоит с 3 петель накид убавка влево вот как здесь и потом наоборот убавка вправо на вот мы такую дорожку с вами можем провязать но это уже на ваше усмотрение конечно скучновато убавки мы с вами будем делать вот смотрите еще как немножко спустила я сам покажу убавки убавки мы будем с вами делать на вот вот выделяем здесь две петли с нашего подреза и делаем убавки вот видите одна петля и вторая вокруг по обе стороны я делаю убавки вот смотрите вот одна убавка вот спицу возьму стой без спицы смотрите так вот один от и второй ряд по обе стороны этого ряда оба по обе стороны этого ряда вот видите убавку не видно вам так вот один ряд вот второй вот это подрез у нас идет один ряд и второй по обе стороны этого подреза у нас идут убавки вот одна убавка, я сначала провязала 6 рядов когда уже подняла петли провязала 6 рядов, потом 5, извините 5 в шестом ряде сделала убавку, вот вам видно, потом снова провязала 6 рядов 5 и сделала вот убавочку делаем убавку в левую сторону с правой стороны а с левой стороны в правую сторону делаем убавку как мы делали убавку вот в этой схеме так же делаем убавку вот здесь надеюсь это все вам понятно пока что если вам не понятно пишите в телеграм и я вам покажу какие то еще моменты что вам еще не понятно пробуйте делать подрезы надеюсь на все получится не не спешите сразу распускать рукава сначала поднимите петельки вот здесь на подрезы а потом уже будем с вами чтобы делать подрезы вам нужно связать в длину наше тело длину сначала даже вот так связали в длину как я смотрите я уже этот стирок провязала вот так видите в длину уже все и резинка у меня здесь 5-5 сантиметров вы можете сделать 3 и 2 сколько вам угодно рыцинка и здесь вот смотрите это я провязала в длину здесь немножко нужно будет вероятнее потому что что-то сделала большие накиды вот так аккуратно все хорошо все будем с вами обращаться девочки пишите все на телеграме я читаю и отвечаю все всем пока пока